Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости канала. Меня зовут Виктория, вы на канале Таро Отвеки. Тема сегодняшнего расклада «Будет ли беременность?» Будет ли беременность? Я думаю, тема очень важная для многих. Кто-то этого ожидает, кто-то, напротив, нет. У всех ситуации разные. Мы будем сегодня смотреть с вами данный расклад на два варианта. Выбирайте ваш вариант. Первый вариант и второй вариант. Будем смотреть. Смотрим на раскладе на «Оракуле Ленорман» и по ходу будем спрашивать какие-то дополнительные вопросы, доставать дополнительные карты для раскрытия ситуации более подробного. Так, давайте смотреть. Первый вариант. Давайте начнем вообще с вашего состояния, с вашего настроения, с того, что окружает вас саму сейчас. Итак, какая вы сейчас сама? Выпадает книга. Книга – это символ знаний, чего-то скрытого, чего-то недоступного нам, да, поэтому вы сейчас и задаетесь этим вопросом, да. Возможно, вы уже давно мечтаете о ребенке, о беременности, и по какой-то причине она все еще не наступает, но, скорее всего, при этом вы уверены, что вы здоровы. То есть вы сейчас по данной книге, когда человек берет в руки книгу, когда он хочет узнать, да, какой-то раскрыть для себя вопрос. Вот один из вариантов, возможно, то, что вы знаете, что вы здоровы, да, в плане женского здоровья, репродуктивной системы, и вы не понимаете, почему эта беременность не наступает. Либо же вы, наоборот, о своем состоянии здоровья еще ничего не знаете, поэтому можете собираться к доктору, к врачу, чтобы выяснить ваше состояние. Здесь может иметь место планирование беременности, именно когда беременность запланированная. То есть вот первый вариант, скорее всего, будет касаться, когда это не спонтанная радость в жизни, да, в виде детей, а именно она запланированная. Так, давайте посмотрим дополнительно еще, что сюда относится. Сад. Сад – это большой круг общения, это очень частое общение с другими людьми. Возможно, вы это обсуждаете как раз с другими людьми, с вашими родственниками, с подругами, с супругом. То есть вы этот вопрос обсуждаете со своим окружением. То есть вы общаетесь со своими близкими, родными, и говорите, что у вас вот есть в планах рождение ребенка. То есть вы не скрываете это, вы обсуждаете, может быть, со своими родителями, с родителями мужа, супруга, со своим супругом и так далее. Если у вас уже, кстати, есть дети, и вы хотите там второго, третьего, последующих детей, вы можете даже обсуждать с этими, этот вопрос со своими детьми. Например, задавая такой популярный вопрос «Хочешь ли ты брать или сестренку?» Ну, то есть здесь, кстати, настроение у карты очень радостное, благожелательное, поэтому у вас вот, в принципе, приятное общение, обсуждение этого вопроса. Какое тоже может быть башня? Башня – это вот как раз казенное учреждение, это может быть больница, куда вы пойдете проверить свое здоровье. Поэтому смотрите, здесь, я думаю, вы, женщина… Кстати, и мужчины, если смотрят, потому что мужчин тоже может интересовать вопрос беременности, появление будущего потомства, ваших детей, тоже могут интересовать так же, как и женщины, поэтому мужчины тоже могут смотреть этот расклад. И вот здесь карта показывает о том, что люди серьезно планируют появление ребенка, поэтому могут обращаться в больницу. Если вы чувствуете, что что-то не так, тоже карта выпадает к вам как совет. Или вы в голове уже держите мысль о том, что, ну, наверное, нужно посетить врача. Может быть, какие-то принять меры, может быть, там какой-то принимать комплекс витаминов или что-то вам посоветует врач, да, то есть действует в соответствии с рекомендациями врача. Возможно, так же вариант, как сейчас всем известная распространенная болезнь у нас гуляет по всему миру. Как говорят, она очень влияет на репродуктивную систему. Возможно, вы будете вот решать вопрос с вашим лечащим врачом о том, как вам быть в этой ситуации. Может быть, вы недавно болели и теперь переживаете, как вот теперь сможете забеременеть. Или, в принципе, принять какие-то хотите меры о том, чтобы защитить себя от возможного будущего заболевания. Такое сейчас тоже очень актуально, очень распространено, поэтому обратите на это внимание. Давайте посмотрим дальнейшее развитие событий. Карта кольца. Кольцо — это прежде всего союз, да. Обычно эта карта благоприятна в любовных раскладах, когда девушка мечтает выйти замуж, да, или молодой человек хочет сделать предложение своей невесте, девушке. В данном случае это также очень благоприятная карта. В любом случае, кольцо обозначает союз. Какой союз? Естественно, союз вашего будущего малыша, который зарождается в вашем теле, и вас, матери. То есть это ваш союз. Вы же на протяжении всех девять месяцев будете держать этот союз, да, ваш контракт о том, что вы вместе. У вас такой, ну, я, конечно, нутрирую, но вы как бы заключаете договор о том, что вы, да, его вынашиваете, вы в своем собственном теле о нем заботитесь. Поэтому еще раз карта говорит о том, что наступление беременности для вас вполне вероятно, возможно. И, мало того, оно, скорее всего, будет протекать, она, беременность, будет протекать удачно. Главное, чтобы вы заботились о своем малыше, когда он будет внутри вас. Ну, мы смотрим развитие. Понятно, что малыша заботиться надо и после его рождения, но мы сейчас смотрим развитие. И карта отвечает нам, да, что беременность наступит и она будет протекать хорошо. Главное, вот соблюдайте условия этого контракта, союза и заботьтесь о вашем малыше. Потому что здесь как бы основной стороной договора являетесь именно вы. Потому что вы можете оказать больше влияния на малыша, конечно, чем он на вас. Ну, он-то на вас, понятное дело, будет оказывать влияние все 9 месяцев. Вот влияние это, я думаю, всем известно, у кого как протекает. Поэтому карта обещает вам успешное наступление беременности и ее продолжение. Что еще карта покажет? Карта крысы. Вот здесь карта не очень благоприятная, но она говорит о том, что опасайтесь завистников и злых языков. То есть, когда беременность наступит, вот как раз тогда не рассказывайте тем людям. Скорее всего, вы сами знаете, о ком речь. Которые, например, там могли бы позавидовать вам, да, или которые, вы боитесь, может быть, вас сглазят. То есть, по беременности будете рассказывать самым близким и родным людям, людям, которым вы доверяете. Но лучше держать это в тайне, потому что, ну, здесь люди могут кидать какие-то фразы, которые будут вам, так сказать, капать на мозг негативно. И вы можете от этого переживать и расстраиваться. Ну, то есть, держите все в секрете, потому что, ну, будут какие-то, возможно, если вы на радостях сообщите это широкому кругу людей, ну, могут быть какие-то такие злые языки. Особенно, если вы работаете на работе, вот там вот вообще до последнего не рассказывайте об этом, насколько это, естественно, возможно. Потому что потом там будет необходимо брать отпуск по беременности, да, и, конечно, все тайное станет явным. Но вот особенно на самых ранних периодах не рассказывайте об этом посторонним людям. Что еще? Карта Крест в данном случае, это говорит судьба, да, у вас судьба забеременеть именно сейчас, когда вот вы задаетесь этим вопросом, да, именно сейчас. Может быть, кто-то давно ожидал беременности, наступления, но она все никак не приходила. И вот карта Крест говорит о том, что ваша судьба забеременеть и родить ребенка настала именно сейчас. Если, может быть, кто-то задавался вопросом, что вы, ваш партнер, там, супруг или супруга абсолютно здоровый, но беременность никак не наступала. Здесь карты говорят о том, что вмешивается судьба. То есть все идет так, как идет, и поэтому родить ребенка вам предстоит именно сейчас, в этот момент. Значит, ранее были какие-то другие обстоятельства, которые вам сделать этого не давали. Так. Коса. Ну вот, знаете, на поздних сроках беременности также берегите свое здоровье. Может быть, кому-то, здесь не всем, возможно, придется как-то лечь на сохранение, да, заботиться. Либо постарайтесь донести до своих близких, чтобы они с вас сдували пылинки. Потому что вот, скорее всего, ну, вся беременность по карте Кольца, она будет проходить благоприятно, но на поздних сроках уже вот вам будет прямо тяжело. И что такое коса? Это отсечь, да, то есть вам будет хотеться быстрее уже разрешиться от бремени, да, и вот от вашего большого живота уже отойти, чтобы, ну, наконец-то урожай созрел, да. Вот что такое коса? Это вот колоссия. Созрел урожай, пришло время для того, чтобы его собрать. И поэтому эта карта здесь неплохая, просто она говорит о том, что на последних сроках вам очень будет хотеться быстрее родить, быстрее разрешиться от бремени, потому что, ну, уже прямо будет вам тяжело. В смысле тяжело уже не в плане того, что вы заболеете, нет, а в плане того, что вам уже будет тяжело носить вот этот плод, да, как вот здесь это зерно, которое уже созрело, и вам вот будет уже быстрее хотеться получить результат, скажем так. Так что в целом очень благоприятный расклад, предстережение я вам озвучила, да. В принципе, здесь вы и сами все знаете. Скорее всего, здесь смотрит уже довольно взрослая женщина, которая понимает, что все-таки беременность надо планировать, все-таки как-то спонтанно. Ну, я не говорю, что спонтанно, это плохо для всех по-разному, но здесь такой более серьезный подход к будущему потомству и к самой беременности. Спасибо за просмотр. Первый вариант был такой. Если понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Переходим ко второму варианту. Итак, какая вы сама? Какое ваше настроение, при чем вы находитесь? Смотрим. Карта сад, карта общения. Карта выпадала уже в предыдущем варианте, но здесь она немного в другой позиции. Говорит о том, что, в принципе, вы находитесь в приподнятом настроении духа. Это говорит о том, что вы также с радостью ожидаете наступления беременности. Поэтому первый и второй вариант данного расклада – это долгожданная беременность, это радость. То есть вряд ли оба расклада подойдут для тем, кто не хочет сейчас в данный момент находиться в особом положении. Поэтому оба варианта будут для тех, кто беременность ожидает. Также вы можете обсуждать это с другими людьми, со своими близкими, родственниками. Либо вы можете даже с подругами, друзьями, не очень близкими людьми обсуждать, в принципе, говорить. Может быть, что-то узнавать. Может быть, интересоваться, как у кого это проходило. Кто там, как это пережил. Кто с чем столкнулся. То есть можете выяснять какие-то вопросы у знакомых людей. Может быть, на работе коллеги женского пола вы будете у них уточнять, как оно было. Мужчины также могут этим интересоваться вопросом. Не обязательно там. Это более карта, конечно, общения с людьми. Но, в принципе, также это получение информации от других людей. Поэтому мужчины также могут интересоваться у своих друзей того же мужского пола. То есть как в их семье проходил вот этот период. Ну, то есть это общение на данную тему с другими людьми. Ну, и, в принципе, это приятное общение. Так что беременность ожидаемая. Так, что еще нам расскажут карты букет? Карта букет вообще обозначает подарок. То есть я думаю, что наступление беременности как для вас, так и для вашего партнера – это было бы подарком судьбы. Если вы в паре особенно, то знайте, что ваш партнер будет очень рад наступлению этой вашей беременности. И для него это будет как такой подарок судьбы от вас. Так что очень благоприятная карта, особенно для тех девушек, которые переживают, как вас примет наступление беременности супруг. Так, что еще? Часы. Смотрите, часы – что такое? Это время. Это либо долгожданная беременность. В любом случае, это какой-то такой длительный процесс. Либо вы сами раздумывали о том, хотите ли вы становиться родителями, не хотите. И вот сейчас наступило такое время, когда вы уже, скажем так, созрели. Да, уже время подошло, и вы размышляете об этом, вот обсудили, да, со всеми людьми, выяснили какую-то для себя информацию. И вот сейчас понимаете, что для вас уже тоже время подошло. То есть либо вы созрели к наступлению беременности, либо, если вы этого очень долго ждали, то сейчас вы как раз этого добьетесь. Так, тучи. Да, вот возможно, что, особенно для тех, у кого долго не получалось зачатие, наступление беременности, вот эти вот тучи отойдут и выглянет солнце. То есть, наконец, беременность наступит. Если вы болели, то вы излечитесь и, наконец-то, сможете забеременеть. Или если вы там с партнером были здоровы, но по какой-то причине она не наступала, все равно итог будет для вас положительный в том или ином случае. Так, что еще карты расскажут? Кубики, интересно. Вот кубики, да, это у нас что? Игра, это как что-то нечет, какой выпадет нам шанс, какое выпадет значение. Это может говорить о том, что вы с партнером или с близкими, родственниками будете очень долго гадать. И вообще вам будет очень интересна эта тема, кто же у вас родится, девочка или мальчик. Или можете, например, спорить, ну так в шутку, друг с другом, кто кого больше хочет, девочку, рождение девочки или рождение мальчика. То есть у вас такое вообще в кругу вашей семьи и вас с партнером, да, с супруги и супругой. И также, например, ваших родителей, может быть, даже ваших детей, если у вас уже есть дети, могут возникать частые разговоры по поводу того, кого лучше, кто бы лучше родился, девочка или мальчик. Ну здесь у каждого, да, свое мнение. Кому-то все равно лишь бы ребенок был здоров, кому-то принципиально сына, как продолжателя рода, как потомка, который будет носить фамилию отца, мужа, да, может быть, и жены, да, у кого как. А кто-то хочет девочку, потому что любит плести косички и всякое такое прочее. То есть здесь карта игры, карта игры именно вот как это, это вариативность, да, вероятность того, чего может произойти. Потому что здесь мы уже по раскладу позициям близимся к итогу, поэтому будете гадать. Может быть, кто-то, например, не захочет делать УЗИ на определение полуребенка, да, может быть, и такое, что вы захотите узнать это потом, чтобы, ну, не знать это заранее. То, что, ну, у всех людей свои убеждения и установки. А может быть, вы, наоборот, будете ожидать с нетерпением именно этого УЗИ на определение полуребенка. Но здесь вот именно вот вероятность, да, какая будет вероятность. Так, что еще карта скажет? Карта друг. Карта друг. Вот здесь смотрите, какие могут быть варианты. Либо на самом деле есть у вас друг, подруга, которая вас будет очень поддерживать на протяжении всего периода беременности. Может быть, кто-то вам будет помогать именно, когда, ну, повезет вас в роддом, например. Или вообще будет помогать какими-то вещами, когда вам будет трудно. Если вы, может быть, будете себя не очень хорошо чувствовать, человек может вам принести, ну, какие-то там продукты, да, что-то для вас купить. То есть, ну, то есть, это друг, это поддержка, это помощь. Либо таким человеком, другом окажется ваш супруг, ваш партнер. То есть, будет вам очень чутко, внимательно относиться. Потому что, потому что любит вас и переживает за вас. То есть, здесь у вас определенно есть поддержка. Так, итог. Вот у нас дверца открыта, да, ключик. Здесь все, смотрите, символами. В итоге вы добьетесь своего. Я думаю, здесь женщины поймут этот символ так, как нужно, да. То есть, ваша заветная цель будет достигнута. Ключом вы откроете дверцу, а там, вот посмотрите, а там долгожданный цветок, да. Дети же у нас цветы жизни, поэтому вот он ваш цветок. Поэтому здесь также благоприятный прогноз, как и для первого варианта. Но более такой, скажем, может быть, даже игривый, да. Может быть, он подойдет более молодым людям, возможно. Ну, может быть, если вы уже в возрасте, то, знаете, такой оттенок более оптимистичный носит второй вариант. Более такой вот жизнерадостный, что ли. Если первый вариант, он такой серьезный, очень такой подход, такой, может быть, строгий у кого-то даже. Здесь вот так сопровождается, знаете, такой постоянной вот радостью, постоянными такими разговорами, об этом обсуждением. Это не говорит о том, что первый вариант не обсуждает это. Но здесь вот люди более такие оптимистичные. Поэтому также вам желаю всего хорошего, исполнения задуманного вами, да, касающегося темы сегодняшнего нашего расклада. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Благодарю вас за просмотр. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. До скорых встреч.